Пятый канал представляет Настя, я тебе воды принесла. Настюш, ну... Держи. Юля... Вот чё она? Ну что? Ну все свекроме такие. Чего ты внимания обращаешь? Она человек такой. Она мне денег на аборт предлагала. Папеева, ты успокойся, ну. Что это? Кровь. Много крови. Мой ребенок. Помогите. Дима! Вызовите скорую Дима! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасти Настю не удалось. Несмотря на то, что скорая помощь приехала быстро, девушка уже скончалась от большой кровопотери. В ее крови обнаружили критически высокое содержание препарата для прерывания беременности. Соседки жалели Настю. Она была доброй, отзывчивой, безобидной. В отличие от своей свекрови. Проживала Настя вот в этой квартире, которая принадлежала ее свекрови. А по словам соседей, она Настю недолюбливала. 23-летняя Анастасия Купатова приняла единовременно как минимум 3 дозы средства для прерывания беременности. В случае передозировки медицинским препаратом полиция обязана проверить версию об отравлении. В комнате и вещах погибшей упаковок с препаратом не обнаружилось. Не было его следов на чашке, из которой Юля поила Настю. Следователь приступил допрос родственников и свидетелей. Простите, слезы с нами текут. Я до сих пор поверить не могу. И вообще ничего не понимаю. Юлия Михалева, 24 года. Продавец-консультант в магазине косметики. Подруга Анастасии. А ребеночка-то как жалко. Настя про беременность рассказала только на дне рождения. Все сразу перессорились. Дима, шампанское из холодильника пора вынимать. Уже несу, Настюш. Дамы? Тетя Наташа? Мама? 25 лет ребенку. Еще вчера в первый класс вела. А сейчас бизнесмен. Женатый мужчина. Целая жизнь прошла. А вам, между прочим, Варвара Олеговна, ни за что не скажешь. Выглядите вы просто сказочно. Еще бы. То-то ты всю жизнь тоннами косметику скупаешь, а, Варюкка? А тебе как-то не дает. Так, тетя Наташа, садитесь за стол. Давай, посмотри сам. У нее, Юлечка, этих кремов лет на сто хватит. Я даже название-то этих не знаю. Ну и правильно. Настоящая женщина? Угу. Ой, а вы, Наталья Олеговна, приходите к нам в магазин. Да, соберется она. Нет, серьезно. Мы вам тоже подберем чего-нибудь. А сейчас столько всего на любую кошелек. Действительно. Так, вроде все. Дима, салфетки забыла. Так, Настюша, посиди, я сам принесу. Тебе напрягаться вредно. А что случилось? Заболела, что ли, Настенька? Да нет, Света Наташ, не заболела. Так. Мы вообще-то хотели попозже сообщить. В общем, у нас с Димкой в греб... Ребенок у них будет. Да ладно. Поздравляю, ребят. Так у нас сегодня два праздника сразу. Вот это да. Варка и молчала, а. Ну вот это надо же, бабушками будем, а. Вот радость-то. Ну-ка давайте шампанское. Я тоже буду шампанское. Хорошенькая радость. Сами еще дети. Так, мам. Ну что, мам? Никого не слушаете? Ну ведь говорили же, ни денег, ни квартиры свои. Ничего нет. Ну не своевременно это все. Рано. А это не вам решать. Я хочу ребенка и рожу. Все равно рожу. Ты помолчала бы. Ты кто такая вообще? Ты откуда взялась на нашу голову? Из своей тьмы тараканье? Успокойся. Настя! Мама! Димина мама рассердилась. Настя всегда ее боялась. Секровь у нее, конечно, тиран. Самый настоящий. Только и знает, что приказывать. С самого начала Настю изводила. Настя! Настя! Юль, привет! Привет! Прости, я тебя не заметила. Совсем уже ничего вокруг не вижу. Ты чего? Плакала, что ли? Да мы из-за свадьбы опять поссорились. Я не понимаю, Юль, ну за что? Я же ничего такого не прошу. Ты что, с кем поссорились? С Димкой? Нет, с мамой его. С мамой. Я понимаю, что она свекровь, ее надо уважать. Все такое. Юля, она меня, по-моему, ненавидит. Почему? Не хочешь, чтобы Димка на тебе женился? Да я не знаю. Слышала, как Димка сказал ей, что ресторан присматривает для свадьбы. Она говорит, с ума сошел. Такие деньги. Лучше бы на рекламу бизнеса своего их пустил. Ну, узнай Варвару Олеговну. Проще бутербродов на кухне поесть, подумаешь, сын женится. Ну, а Димка-то что? Ну, он стал спорить, говорит, я хочу, чтобы красиво было. Она говорит, Настя-ка твоя. Вообще, тут на птичьих правах. Прижевалка. Сортплат копейки. Мало ли, что она хочет. Змея. Настя. Конечно, анекдоты чаще всего сочиняют про тещу. Но в реальной жизни некоторые свекрови дадут тещам сто очков вперед. Показания Юли дали повод подозревать Варвару Олеговну. Но кто знает, во что могла вылиться такая ненависть и неприязнь к невестке. Так я не поняла. Вы что, в убийстве меня обвиняете? Варвара Купатова, 50 лет. Начальник отдела кадров районной администрации. Мать Дмитрия. Свекровь Анастасии. Зачем мне Настю убивать? Я что, по-вашему, с ума сошла? Насколько я понимаю, вы не хотели, чтобы она родила ребенка. И что? Убивать-то мне ее зачем? Да если бы я захотела, она бы на аборт пошла, как миленькая, и не пикнула бы. Что ж вы ее не заставили? Да потому что засомневалась. Варвара Олеговна, а куда мы поедем? Пойдем быстрее по дороге объясню. Вы это же говорили. Сказали, что объясните, пока к машине будем подходить. Хочу тебя врачу показать. В смысле? Хороший врач. К нему все в очередь стоят. Что еще за врач? Лучший. Избавляет от нежелательной беременности. За деньги не волнуйся, бедам сколько нужно. Варвара Олеговна, ну сколько можно? Почему вы хотите убить ребенка Димы? Ну, а это еще не факт, что Дима. Да как вы можете? Да я тест на ДНК сделаю, как можно будет. Это его ребенок. Ладно, ладно, верю. Не хочешь к врачу, не надо. Садись, садись. Подумала хорошо. Мало ли, всякое могло бы быть. Сделали бы еще как попало. Потом осложнения разные. А там и родила бы она мне внука урода. А то и вовсе больше родить не смогла бы. Сама она эту отраву выпила. А теперь извините, у меня нет времени. Похороны, поминки, понимаете. Анастасия Купатова умерла от потери крови в результате передозировки препарата для прерывания беременности. При обыске в квартире следов препарата обнаружено не было. Подруга погибшей Юлия сообщила следствию, что свекровь Анастасии настаивала на аборте. На допросе Варвара Олеговна категорически отрицает свою причастность к убийству. В доме усопшего принято закрывать зеркала или переворачивать их к стене. Говорят, если душа умершего отразится в зеркале, то останется в нем навсегда. Но вообще не принято любоваться собой, когда в доме траур. Дмитрий Романович, как вы считаете, Варвара Олеговна могла отравить вашу жену? Мама? Господи, нет, конечно. С чего вы взяли, что вообще Настю отравили? А вы считаете по-другому? Я не знаю. Дмитрий Купатов. 25 лет. Муж Анастасии. Предприниматель. Занимается благоустройством дворов, парков и скверов. Просто тут вообще никто ни при чем. Возможно, Настя сама решила избавиться от ребенка. И, возможно, что-то перепутала с дозой. Дело в том, что Настя была очень рассеянной. И у нее даже на работе из-за этого были проблемы в библиотеке. Вечно путает какие-то формуляры. Дим? Ты спишь? Сплю. У меня тут не хватает 270 рублей. Ну, не хватает и не хватает. Давай ложись спать уже. Ну, ты же знаешь, что пока у меня все не сойдется, я не лягу. Не помнишь, куда потратила? Ну, что сразу я-то потратила? Потому что свои расходы я сразу записываю. И на память не надеюсь. Настюш, тебе не в библиотеке, а в бухгалтерии надо работать. Не скажи. В библиотеке не каждый бухгалтер сможет. Там же тысячи книг. Ошибешься раз в формуляре, и все, пропала книжечка. Все, вспомнил. Я зашел в кафе, купил кофейку, выпил его. И все, на этом все. Я предлагаю лечь сюда, спать. Иди сюда, все. Вот как можно быть таким рассеянным, а? Скажи мне. Все, ложись. Ну, вот как? Да. Пока следователь беседовал с родными погибшей, криминалисты обнаружили в кармане вот этого пальто, чек. На три дозы средства для прерывания беременности. Ну, примерно столько и выпила наша Настя. Выяснить, кому принадлежит пальто, труда не составило. В кармане вашего пальто мы нашли вот это в присутствии понятых. Что это? Чек на препарат, от которого скончалась ваша невестка. В моем? Подождите. Я ничего не покупала. Это мне подкинули. Варвара Олеговна, вы не... Вы что, хотите это все на меня повесить? Я не убивала Настю. Как же это возможно? Что случилось? Дмитрий Романович, мы нашли в пальто вашей матери вот это. Но она утверждает, что не покупала препарат. Подождите. Это та аптека рядом с твоей работой, где ты постоянно покупаешь лекарства. Так это ты? Что? Ты Настю ребенка убила. Что ты несешь? Ты никого не убивала. Как ты смеешь? Я тебя не прощу. Никогда не прощу. Ты в своем уме. Чек, у кого нашли? Ну и что, что у меня? Как ты мог подумать обо мне такое? О матери родной? Казалось бы, маленькая бумажка. Чек. А какой поворот в истории? Это же улика. Но никаких камер наблюдения в аптечном киоске не оказалось. А продавец, работавший день покупки, покупателя вспомнить не смог. Ну естественно, раз свидетелей покупки нет, давайте на меня все повесим. Ведь мне же больше делать нечего. Только невестку травить. А то, что в пальто в прихожей висело. И кто угодно мог... Мам, а если это тетя Наташа? У нее был мотив. Квартира. Ну да, я не сообразила. Завещание. Какое завещание? Дело в том, что у моей бабушки есть квартира в центре. Сама она живет в пригороде и квартиру сдает. Так вот, бабушка обещала переписать квартиру на внука. Первый заберемене у Насти, а не дочка тети Наташи. Соответственно, квартира бы нам досталась. Вот именно. А сестра моя с детства жадная была. А тут такой лакомый кусок мимо рта уплывает. Квартира в центре города. Это же мечта. Это целое состояние. Это убедительный мотив для убийства. Сестра Варвары Олеговны, Наталья, ушла из квартиры Купатовых еще до приезда полиции. Поэтому для допроса ее вызвали в отделение на следующий день. Послушайте, это какой-то бред. Мой собственный племянник меня обвиняет в убийстве. Наталья Гришина, 48 лет. Врач-педиатр в районной поликлинике. Сестра Варвары Купатовой. В таком случае я и сама могу его обвинить, если на то пошло. Он сам мог Настю отравить. Он собирался разводиться. А она вот, пожалуйста, беременная. Варя ни за что бы ему не позволила бросить собственного ребенка. Варь, мама завтра хочет к папе на могилу съездить, а у тебя как раз гадавщина Ромкина. Поедем вместе, а, на кладбище? Нет, не поеду. Ты же знаешь, что я его не простила до сих пор. Помер туда ему и дорога. Так что без меня. Вон Димка вас пусть свозит. Ну, зря ты такая. Но муж все-таки. Ну, ладно. Пойду Димку спрошу. Любимая, ну, я не могу сегодня, правда. Не могу. Давай завтра, хорошо, солнышко? И я тебе. Ты чего, Насте в ванную комнату звонишь? Я видела, она туда зашла. Я перезвоню. Тетя Наташ, это не то, что ты подумала. Это просто... Что просто? Ты не успел жениться, уже новую завел? Да нет, это старые отношения. Я просто не могу от нее отвязаться. Что ты в самом деле, тетя Наташ? Я вот что хочу тебе сказать. Что? Я тебя очень прошу никому об этом не говорить, хорошо? Договорились? Хорош. Весь в отца. Ой. Вот мама до сих пор к нему на могилу не хочет ездить. Я отвезу. Тетя Наташа, я помню, сегодня годовщина, я отвезу, хорошо? Ну, ты знаешь, только вот с этим заканчивай. Немедленно. Тетя Наташа... Ты меня знаешь. Ну, я ему Варе пригрозила. Он всю жизнь матери подчинялся, очень ее боялся. Ну, вот только этим я могла его образумить. Анастасия Купатова умерла от потери крови в результате передозировки препарата для прерывания беременности. Чек на покупку такого препарата был обнаружен в кармане пальто Варвары Купатовой, свекрови, погибшей Анастасией. Однако Варвара Олеговна утверждает, что ничего подобного она в аптеке не покупала, а чек, вероятно, ей подбросили. Муж Анастасии Дмитрий. В присутствии следователя обвиняет в смерти жены свою тетю, Наталью, у которой мотивом для убийства могло стать наследство, оставленное бабушкой Дмитрия. На допросе Наталья сообщила, что у Дмитрия есть любовница. Информация о любовнице Дмитрия заставила следствие вернуться в квартиру Купатовых. Варвара Олеговна была потрясена этой новостью. Я прекрасно знаю своего сына. Он совершенно не умеет врать. У него нет от меня секретов. Почему он мне не сказал об этой женщине? Вы бы позволили им бросить ребенка? Нет, конечно, он бы не решился. Нет, конечно, он бы не решился. Так вы что думаете? Он отравил ее? Тогда откуда же чек в моем кармане? Так это он мне его подбросил, чтобы все свалить на меня? Мама, я пришел! Одним махом решил. От Насти избавился. И от меня. И в глаза мне смотрел спокойно все это время. Я избавился. Ты сейчас на меня свалюешь? Хорошо. Я при вас не хотел говорить. Я уверен, что Настя убила мама. Дима! Поймите, мне не выгодно Настю убивать. Мне наоборот надо было, чтобы она родила. Я всем должен. Я взял в кредит. У меня куча долгов. И бабушка оставила бы мне квартиру. И я бы смог рассчитаться с долгами. Какой кредит еще? Вот. Господи, да какой же ты идиот. Ты же мог у меня занять, а ты в долги влез. Серьезно? У тебя занять? Ты бы потом меня с потрохами сожрала. За языком следи. Самостоятельным захотел стать. Сам справиться. Без меня? Так это не твое дело. Это мой бизнес, моя жизнь и мне решать. Много нарешалов? Кто ваша любовница? Она не может быть во всем этом замешана. Юля? Нет, конечно. Юля, это не та? Да. Ты жене с лучшей подругой изменил. Она тоже хороша. Втерлась в нашу семью. Погодите. Так это она? Настю убила. На допросе в отделении полиции Юлия Михалева призналась, что она действительно давно была влюблена в Дмитрия. Но Анастасию она не убивала. Мне стыдиться нечего. Я давно была в Димку влюблена. Он в меня тоже влюбился. Что, мы виноваты, что ли? Это все уже давно началось. Ой, золушка, всю посуду намыла. Так спокойно. Увидишь же ты чего? Да кто? Ты кто? Мама, Настя, все в доме. Ты чего? Что они нам сделают? Я даже думать боюсь, что они нам сделают. Ну ты и думай. Так мы не здесь же. Ну может быть тогда ты меня до дома проводишь? А то уже поздно. Я девушка слабая, беззащитная. А так же не проводить такую слабую и беззащитную девушку. Я просила его. Умоляла уйти от Насти. Дима! Ты чего пришла? Поговорить пришла? Ты же меня избегаешь, да? Прячешься? На звонки не отвечаешь, сам не звонишь. Вот я и пришла. Давай уже наконец все выясним. Нам нечего выяснять. Я сам тебе хотел сказать, нам надо расстаться. Почему? Настя беременна. Я должен с ней остаться, понимаешь? Беременна, значит. Дим, ну это же не конец света. Подумаешь, беременна. Ты же к ней не прикован. Да вот именно, что прикован. У меня сейчас такое в жизни не творится. В общем, ребенок это мой единственный шанс. Что случилось? Я попал на деньги. Так попал, что не отдать. Моя бабушка обещала отписать квартиру и свародить ребенок. А тут как прям по заказу. Извини, Юль. Дима, я все равно тебя буду ждать. На очной ставке в полиции фармацевт аптеки опознал в Юлии покупателя препарата для прерывания беременности. Через два дня я узнала, что тоже беременна. ну и решила за Димку бороться. Я не хотела Настю убивать. Думала, выкидыш подстроить и у Маши его избавиться. чек специально сохранила. Они же все из-за этого перезорились бы. Димка развелся, а квартира бабушка все равно бы им оставила. У тебя иногда же родился бы. Только мой. только ничего не вышло. Ничего. Все зря. И Настя из-за меня. И я ничего не получила. Я не хотела. Я не хотела, чтобы все так. Юлии не удалось добиться задуманного. Она погубила лучшую подругу и разрушила собственную жизнь. Отношения Дмитрия с матерью испортились необратимо. Взаимные страшные обвинения рассорили и сестер. От еще недавно крепкой семьи ничего не осталось. Но больше всего мне в этой истории жалко Настю и ее ребенка. Вот они такой участи точно не заслужили. и мастюр и т.е. т.е. Продолжение следует...